Неужели их кушают, а, Вить? Да? Смотри, они какие красивые белые. Ой, они прям боятся. Привет, всем привет. Сегодня мы с Виктором будем готовить хобо по-домашнему. Витя будет сегодня шеф-повар. Да, Витя? Да, мы приехали на рынок. Так, мы приехали на рынок, сейчас покупаем овощи и мясо для хобо. Витя уже взял кукурузу, взял уже специи, которые для бульона именно нужны. И туристов. Вот, потом обзор вам обязательно сделаем продуктов, которые будем забрасывать в бульон. Витя берет кукурузу. Мы берем салат. Да, и шпинат. Это шпинат. Да, шпинат. Покажи его, как он выглядит. Вот шпинат. Он тоже для хобо нужен, да? Да, да, да. Овощи. Также нужен имбирь. Да, имбирь нужен. Мы берем тофу, да? Да, тофу. Мы, короче, взяли ленточный тофу. Вот это тофу. И вот этот мягкий тофу взяли. Прямо отдел такой, прям тофу продают. В общем, мы подошли в отдел приправы всякое. И вот нам продавщица рекомендует вот такую заправочку. Такую заправочку купить здесь уже полностью готовая. Это не острое, а это не острое. Да, вот эта заправка полностью готова для хобо. То есть воду засыпаем и можно потом купленные продукты, траву, шарики, мясо можно варить в этом бульоне. А это не острое, а это острое. И фирма, вот заметьте, вот эта фирма, как она называется? Сяфиян. Помедленнее. Сяфиян. Сяфиян. Ян, это что этот? Баран, да? Да. Кунжутное масло мы берем для соуса. Аниса. Это цветочный перец, как называется. Это куэпси. О, господи, это что за? Куэпси какой-то. Куэпси. Это кара, да, чего-то? Куэпси. Ребята, вот это вообще пахнет вкусно. Это как? Анис. Это? Анис. Как дела? Адел такое прикольно. Здесь всякие пряности, масла. Да все прибрала. Много-много. Берем шарики, ребята. Тут прям целый отдел заготовочек. Это мясной хай. В общем, ребята, мы попросили мясо, а сказали, как нарезать. Она нарезала мелко. Витя говорит, на севере не режут мясо, берут просто мясо отдают и все. А здесь прям сервис, да? Могут покрутить мясо тебе, могут не покрутить мясо. Хотим сделать обзор сумок, то что мы купили. Ну, обзор продуктов, те, которые мы закупили на рынке с Витей. Витя, это что? Это белые грибы. Белые грибы. Ты их закидываешь, они завариваются. Багрязки, надо это яры. Это заготовка бульона. Это кунжутное масло. Это как называется? Это брокколи. Брокколи. Это специально уже готовый соус. Что можно макать именно, вот приготовленные продукты. Грибы мы купили тофу. Вот это, вот, тофу заваривали. Это ленточный тофу. Это кинза. Лук. Лук. Это мягкий тофу, как сыр, да? Вот. Это перететь. Это тонкие грибы, да. Да, да, да. Хорошо, что это. Это сухой гриб. Это еще цветы, которые сухой. Цветы какие-то, говорит, грибы сушеные. Как вот это называется? По-гдецки? Нет, по-русски. Финики, да. Финики, вот точно. Финики, сушеные финики. Ребят, вот. Это все бросается в бульон, это все варится. И вот, да, вот эти главные полуфабрикаты, это, короче, вот эти шарики. Их очень много, большое количество. Мы взяли примерно, ну, которым мы, как бы, более-менее знаем, вот, понемногу, вот. Мясо взяли, свинину взяли, это водоросли. Капуста. Морская капуста, да, бантиками. Это чё? Это, криво, живая еще. Ой, всё, нет, уже не живая. Дальше, что там еще у тебя, показывай. Ну, шпинат. Шпинат это, да? Шпината много, Витя, набрал, говорит, буду кушать. Не, немного. Витя, глядя, немного. Шпинат свежий. Да, отлично. Отлично, так, дальше. Это остатки шпината. Так, вот, шпинат, ребята, выглядит. Это капуста. Как нам надо, капуста? Как нам надо, капуста, салат? Салат, салат. Вот, свежий. Салат, отлично. Так, что нам-то еще? Это тоже зелень, да? Ну, это кукуруза, свежий, да. Так, свежий, вот. Ребята, здорово, вообще, зашел на рынок, все свежее, все с грядки. О, отлично, отлично. Свежий вообще, а? А это помидор? Это что? Помидор? Помидор тихушек. Тиху, да. Это что? Это корень имбиря. Ну, имбирь. Это прибрава. Во, и курица. Это тамашний куриц. Вить, ну, вот это все примерно, сколько у нас вышло? Ой. Я забыл. Примерно. Примерно юанит 100. Ну, 100-120 я не могу. Не, не 120, где-то 100 юанит примерно. Ну, примерно, да. Да, да. Витя также принес вот такую кастрюлю. У нас такой кастрюли. На кастрюле течка. Да, у нас такой кастрюли нету дома, поэтому у нас есть большие, высокие, а нужна для хого такая вот широкая, с низкими. И индукционную печку принесли. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, Виктор налил масло, ин засыпал сахар. Сейчас обжаренный сахар придаст цвет красивой курице. Он сейчас немного обжарит курицу и потом будем эту курицу добавлять курицу. Телефон? Слева. Откуда? Стрым. Если, если пошлое, чёрный будет. Здесь маленький диолод. Много приправы. там они они цветочный перец и это лавровый лиц и как-то вот этот называется я не понял как открыли нашу заготовочку не прям интересно что-то внутри давай наливай наливай и мы поймем как бы по цвету там что там какой-то бульон там она не сухая вот как крахмальная ложку данного запах может запах приятный пахнет ребят кто не видел ху-го по-домашнему у нас уже есть на канале видео ху-го по-домашнему мы в александр в гостях готовим ребят посмотрите как здесь прям вообще насыщена у меня вообще чашку да это все варить 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 макать в соус вот и кинза это будет это как назвать соус казани будешь все боял ой как пахнет я буду буду вот они два кинза еда ну ну будешь буду арахис перемолотый это кунжутное масло чуть-чуть ребята открыли заготовленную уже при правочку основа какая-то как томатная мне кажется это при запахе засыпаем нашу курочку сразу цвет добавили бульону прямо с кастрюлю соус наш мы приготовили наконец-то мы уселись давите да сейчас будем только добавлять не надо будет вставать никуда ничего только добавлять варить 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 доставать соус макать кушать будем запивать пивом пиво холодненькое пиво холодненькое ты положил туда уже мяско все положил мясо угу в первую очередь мясо потом овощ ху-гу кушать сначала мясные вещи потом овощ идем да хороший ужин да хороший ху-гу вот наши суперповары нет Витя сегодня суперповар так что слушайте его вот сегодня расскажет как правильно варить ху-гу Витя расскажи пожалуйста вот мы сделали бульон засыпали приправу да и первым делом засыпается мясо мясо потом грибы ху-гу и то можно что хочешь можно добавить тебе давай Витя за ху-гу спасибо что в гости пришел шеф-повар Витя всегда вкусно делает мы уже не первый раз это можно сразу поставить вот кушать а это тыс нравится сами тыс вот это это как называется грибы не знаю как они называются по-русски мишенки наверное да на кредитах просто грибы грим да грим готовым можно кушать его погрел да и все до сих пор да это готовим ооооооооо ху-го начали вот смотри вот ху-го вот он первый пошел да хорошо Витя давай давай пробуй пшима пшима вот так вот еще и прокипятил чуточку обожаю этот тофу, ну вообще соус все решает, вкусный соус, да конечно, соус отлично мы делали, правильно? да, свой, потому что арахиса она делала, поэтому вкусно, ммм, вообще, а тебе грибы готовы? вкусно, грибы готовы начальник, грибы уже готовы? да, быстро Витя, скажи почему Катю начальником называешь? хорошо управляет управляет? хорошо, всеми управляет, да? да мужем тоже управляет? да, конечно а кстати, как вообще в Китае, расскажи матриархат или патриархат? Катя, как упорщенно сказать? кто в доме хозяин? женщина или мужчина? кто в доме хозяин? обычно в Китае женщина или мужчина? по-разному 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 ты знаешь, Катя, не сказал бы сейчас у многих семей мозговой центр может быть женщина мозговой может быть но женщина предложила, а мужчина говорит будет так или не будет а у нас как? как ты думаешь? как ты считаешь? у нас ты управляешь я управляю ты предлагаешь мы посовещались, я решил что ли? да, 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 как-то так ничего себе, не знал, я думал, мы совместно решаем ты предлагаешь, но все как ты предлагаешь, так и делается как-то так цветы можно вот эти кушать уже? я думал, они так чисто для вкуса очень вкусно да? очень дорого очень дорого? конечно вау, соус макать, да? да цветы ммм, вкусно да? сейчас подожди вкус такой есть как приправа какой-то, непонятно, не могу сказать мясо как называется это? я я я первая карибель, да? угу вкусно пробуем тофу, мягкий тофу оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Виктор, где твоя любовь? В России. В России? Да, меня ждет. Виктор хочет встретить русскую женщину, познакомиться с русской девушкой и дружить, и жить вместе. В культуре разные и интересные. Связать свою судьбу с другой культурой. И плюс, скажи, от рождения ребенок знает два языка. Да. Очень полезно. Да. На будущем. Ровного языка два. Сразу два родных языка, да. Это очень классно. А ты будешь с женой разговаривать на русском или на китайском? Ты ее будешь учить китайскому или будешь сам по-русски с ней разговаривать? Я буду учить, научить ее китайский язык, а она будет научить меня после. Мне кажется, тебе интересно. Учить уже не надо? Хорошо говоришь? Нет, это нехорошо. Еще дальше надо учиться. Он хочет, как русский, говорить совсем. Обычный Новый год в Китае не особо-то отмечают. Да. В Китае все отмечают Новый год по лунному календарю. Да, 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 правильно. В этом году китайский Новый год по лунному календарю какого января? Двадцать седьмой. Тридцать календаря по лунному календарю это двадцать седьмой января будет. Первый января наступает двадцать восьмого января. Да, да. По лунному календарю. Как китайцы отмечают, китайский Нового? Что обычно делают? Ужинают или что? Так же, как русские? Первый день собирается, вся семья дома, да, отмечает. Второй день уже начинает пустяк, туда-сюда. По гостям ходить? Да. Угу. Но вместе кушают, телевизор смотрят, там какие-то... А пьют что? Пьют что? Пьют вино, водки, пиво и набитки, ну как ходят. По-разному. Ну как в России, то ли так. В России на Новый год все пьют шампанское. А у нас нет. А у вас президент... Президент? Президент России поздравляет всех с бокалом шампанское. Как он, как председатель, как его называть-то? Фухи. Как он, председатель? Да. Или как... Председатель. Председатель, главный председатель, правильно? Вот, главный председатель ваш, как поздравляет его? Ну он вас поздравляет по телевидению, нет? Нет, он, который вот это, это Новый год, международный Новый год. как путин на телевидении там что-то скажет говорит он пошел шпинат там столько всего курица как свет нормально курица очень красиво коричневого цвета кто делает шеф-повар моя мама в общем смотрит канал наш и как бы знает про тебя заочно мы братья рассказывали и она как вот хочет тебе вопрос задать умеет ли он играть в карты мама привет умеешь ты играть в карты мама спрашивает чуть умею в дуракам умеешь серьезно да здорово какую русскую кухню он любит порч лето и там а особенно там раньше в россии было соседом который на попутал сосед сосиски как она называется сосиска в тесте сосиска в тесте и шашлык тоже русский шашлык большой замечательный витя как часто вы делали хуго в своей семье месяц один раз месяц один раз да или может быть специально какой-то праздник у вас или как просто решили хуго дать сегодня ну как правило зимой да потому что холодно зимой летом жарко витя подписчики спрашивают какая тебе песня русская нравится какой ты можешь петь любая любые как называется конь только мы сканем по полю идем только на низкая нем по полю и витя подписчики а вернее подписчица самая верная наш спрашивает если у тебя еще русские друзья есть если русском году много но самый близкий как прям приятно слышу один вопрос был ли ты в россии когда был в россии что тебе нравится в россии в каком месте был в россии я был в россии в 2009 году там два года было хабаровска уссуристка и там как а как общинска благовещен короче дальний востоке я очень нравится конечно русской культуре люди народа добрые ну короче все нравится она и как русские русские люди материться научили тебя и я понимаю я сам не говорю просто я понимаю но матка я понимаю они часто на улице я слышу много ругается русский нет друга друга друг друга матом покрывая матом ясно хочу сказать у меня мечта да какая мечта у тебя бизнес построить очень хороший-то такой очень прибыльно я хочу путешествовать поехать кругосветное путешествие хочу посмотреть японию америку хочу посмотреть и не просто там заехать а именно пожить именно допустим если в японию приехать снять квартиру на месяц и пожить там сингапур и также хочу побывать в россии в россии очень много мест где я не был я был только москва она новосибирск казань очень мало где в россии был поэтому хочу тоже в россии побывать мы твоим вместе до сдавать деньги зарабатываем и едем отдыхать у меня мечта и южники китайской море там рядом можно около моря там тачу построить и и потом в россию если по тойота можно там невеста или жену на и туда но там тоже можно квартиру купить или сам построить и потом с женой можно по миру погулять путешествовать это пока временно мечта такая желаю чтобы наши все мечты сбылись за миссу нам очень приятно твоя компания как у ты готовишь что-нибудь китайские китайские блюда спасибо тебе за этот ужин хороший вам спасибо спасибо если время будет и еще раз собираем лапы будем варить да можно подписывайтесь на канал и поставьте лайк и всем пока увидимся в следующий пока ребята мы Субтитры сделал DimaTorzok